МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат Национального собрания Западной Армении 3-го созыва Григорь Амирзанян в своем микроблоге пишет, В 2004 году в Восточной Армении будут продолжены работы по восстановлению церкви Таркманчатс Айгешатта и Тиранавор Парпи. Реставрационные работы в двух раннехристианских церквях будут продолжены в 2024 году. Завершение работ планируется на 2025-2026 год. Контракты с реставраторами-строителями продолжаются. Работы по восстановлению церквей Таркманчатс Айгешатта были начаты в 2012 году по государственному заказу и были приостановлены в 2017 году из-за нехватки финансовых средств. С подробностями можно ознакомиться на нашем YouTube-канале Вестерн Армения ТВ. Вышел свет девятый номер журнала Вестерн Армения. В новом выпуске можно прочитать рубрику «Исторические напоминания», в которой еще раз подчеркиваем. 26 февраля 1919 года председатель армянской национальной делегации Покус Нубар Паша представил Верховному Совету Союзных Держав меморандум об Армении. В девятом номере журнала Вестерн Армения можно прочитать послание президента Западной Армении Арменака Абрамяна. По случаю 19-й годовщины образования Национального совета Западной Армении. Рубрика «Вопросы армян в Западной Армении» посвящена событиям, произошедшим в Закавказье в начале 1918 года. Рубрика «Сыны Западной Армении» посвящена героям. Рубену Амбарцу Мяну, Эдгару Багу Мяну, Киму Хачатряну, Арену Уванисяну, Артуру Агасяну, Тиграну Саакяну. Армянскую, английскую и французскую версию журнала в формате PDF можно скачать, перейдя по указанной ссылке. В ПАКУ многие опасаются, что этнический национализм и обещания территориального воссоединения, скорее всего, найдут новые цели. В Армении, которая пытается принять более 100 тысяч беженцев, многие из беженцев заверяют, что не могут приспособиться к новой жизни, сообщает СНН. Но на ПАКУСЯМ покинула дом Степана Керти вместе с мужем, детьми, близнецами и пожилыми родителями. Сейчас они снимают небольшую квартиру в Ереване. Мои мысли все еще в Арцахе. Мне просто не терпится узнать, что происходит там, в Степана Керти, что с моим домом. Я завидую всем, кто дышит там воздухом. Алиев сказал, что заброшенные дома остались нетронутыми, но видео в социальных сетях показывают, как азербайджанские военные подвергают их вандализму. Дипломатия вновь может оказаться безрезультатной. Аналитики отмечают растущее военное присутствие Азербайджана. Армяне Карабаха всегда знали, что оказались в центре конфликта великих держав. Но после 30 лет сравнительного мира они не ожидали, что все рухнет так быстро. Я понимаю, что это большая игра, в которую участвуют большие страны. Интересы России, Турции, Азербайджан игрок между всем этим. А Армения слишком слаба, чтобы противостоять. Я это понимаю, но на уровне 100 тысяч человек это трагедия. Всеармянский союз Гардман Ширван Нахаджеван выступил с заявлением в связи с искажением со стороны Баку армянских топонимов. Одним из важных направлений в продвижении азербайджанской этнофобии является искажение армянских топонимов. Азербайджанская общественно-политическая пропагандистская машина искажает не только историю, но и пытается исказить восприятие общественности и населения путем принудительной азербайджанизации армянских топонимов. В первую очередь объектом этой борьбы являются армянские географические названия Нагорного Карабаха. На международном уровне Азербайджан пытается отторгнуть Степанакерт, который не был азербайджанским ни на один момент истории, пытаясь лишить Нагорный Карабах и Степанакерт любой связи с Арменией и армянской идентичностью. Это логическое развитие после этнической чистки, которая, хотя и существовала всегда, стала более актуальной сегодня, поскольку Степанакерт был лишен армян, которые всегда составляли большинство населения города. Азербайджану следовало бы понять, что поверхностное искажение топонимов никогда не заставит людей, органически связанных с той или иной местностью, потерять свою интеллектуальную принадлежность. На Хадживан, где сегодня не осталось ни одного армянина, в армянском и мировом восприятии продолжает характеризоваться как показатель армянства, поскольку только тысячелетнее поселение и созданное в результате этого духовная культура могут свидетельствовать о реалиях прошлого. Отчетливо осознавая это, Азербайджан на протяжении десятилетий ведет культурную резню, отсекая самые надежные средства передачи исторической памяти. Армянские кладбища Старой Джуги, Бакинского Монтина, армянские церкви и памятники – все они стали жертвами этой политики. Стремление Азербайджана к выравниванию игрового поля чревато серьезными опасностями. От уничтожения хачкаров, церквей, домов, лесов и родников Азербайджан приступил к уничтожению памяти. Именно поэтому мы призываем международное сообщество осудить эти кощунственные действия и дать соответствующий ответ, гарантирующий безопасность будущего и возможность культурного разнообразия сегодня. Фонд природы Кавказа в 2023 году реализовал множество проектов, направленных на эффективное управление и охрану особо охраняемых природных территорий Восточной Армении. Фонд представляет информацию о работе за 2023 год. В целом Армении была оказана поддержка в размере 1,083,000 евро, из которых 803,000 евро были направлены непосредственно на особо охраняемые природные территории. Из этой суммы соответствующим ассигнованиям были выделены 4 ГНКО и охраняемому общинному ландшафту Арпа. В частности, 336,000 евро выделено биосферному комплексу Зангизур, 133,000 евро государственного заповедника Хосровский лес, 184,000 евро национальному парку Дележан, 55,000 евро национальному парку озера Арпи и 95,000 евро охраняемому ландшафту Арпа. Общая стоимость контракта составляет 300,000 евро. С Центром гидрометеорологии и мониторинга подписаны грантовые контракты на сумму около 5-10,000 евро. В том числе была оказана техническая поддержка в виде внедорожника и специальной техники для проведения полевых работ. При участии Фонда природы Кавказа Вики-Медиа Армения провела конкурс «Вики любит страну». Победители получили вознаграждение от ЦИНФ. В течение 2023 года совместно с компанией «Иероглиф» было снято 10 видеофильмов, посвященных работникам по охране за особо охраняемым природным территориям. 2004 год – юбилейный год для армянского представительства СИНФ. Будет отмечаться 15-летие деятельности в Армении, а это значит, что новых и интересных программ будет намного больше. Для острова Ахтамар и церкви Сурбхач обеспечено искусственное освещение. Об этом сообщает Акункнет. Согласно источнику, один из самых знаковых исторических памятников ванна, включенный во временный список всемирного наследия ЮНЕСКО, остров Ахтамар, оснащен искусственным освещением, представ по-новому для общественности. Реставрационные работы в армянской церкви Сурбхач, острова Ахтамар, провинции Геваш, ванна, начались в 2005 году. В 2007 году церковь была открыта как памятник музей. Богослужения в данной армянской церкви разрешены один раз в год. На опубликованных фотографиях заметно, что крест на куполе армянской церкви освещен не будет. Современный хачкар и мемориальные доски, перевезенные из села Агавно Кашатакского района, установлены в военном понтоне Яраблюр. Следует отметить, что они были эвакуированы в августе 2022 года, после того, как премьер-министр восточной Армении Никол Пашинян объявил на пресс-конференции, что после изменения маршрута дороги горе Степан-Накерт, проходящей недалеко от села Агавно, город Бердзор и прилегающей села Агавно и Неркинсус, перейдут под контроль вооруженных сил Азербайджана. Современный хачкар находился рядом с церквью Сырпоц-Нахатаккац села Агавно, которая, согласно надписи, была установлена в память о Ваграме и Эрмасе Реджекян. Рядом с церквью также находился мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов-освободителей, погибших в боях за саморону и освобождение прилегающих территорий. Он состоит из четырех каменных плит на верхней части, которых выгравированы «Они с нами навсегда». А на нижние имена погибших. И в заключении телеканал Вестер Армении ТВ еще раз напоминает. Сегодня в 20.00 по парижскому времени и в 22.00 по ереванскому времени состоится встреча в ЗУМ, в ходе которой депутаты Национального собрания Западной Армении подведут итоги 2023 года. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Нары Гевуркян О'Джахи Ерк. 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 Нары Гевуркян О'Джахи Ерк.